Ну, я думаю, начнем семинар. Сегодня мы поговорим про обучение с подкреплением и рассмотрим сначала задачу с байетскими бандитами, многорукими бандитами, про которую говорит Константин Штанович, красная лекция, рассказывал. Все вот эти разные политики рассмотрим, от всех разных агентов рассмотрим и так далее, которые исследуют среду. А в конце еще рассмотрим небольшой такой примерчик, уже более похожий на игру, но это не игра, это статья 2013 года, называется River Swim. Ну, про нее я как раз расскажу, когда мы к ней подойдем. Ну, там уже более такая игровая ситуация получается. Не совсем бандиты, там на основе марковских цепей. Про них тоже, как раз, Константин Штанович говорил. К сожалению, в семинаре не будет про глубокие сети, то есть DQN не будет, где мы Q генерируем глубокая нейронная сеть. Ну, возможно, небольшой недостаток этого семинара, но, в принципе, этого материала за глаза достаточно, чтобы понять саму основную идею того, что происходит в RainSmart Learning. Вот. Ну, смотрите, рассмотрим задачу. Задачу сформулировать на лекции, я, по сути, здесь ее переписал. У нас есть бандиты, однорукие бандиты, это игровые автоматы, дергаем за ручку, получаем выигрыш с некоторой вероятностью. Пусть у нас есть к таких бандитов, и мы можем дернуть ручку у любого из этого бандита. У каждого бандита зашита своя вероятность выигрыша. У одного там 10%, у другого 90%, у третьего 50%, у четвертого 30%, у пятого, не знаю, там, 80%. Мы хотим найти того, у кого максимальная вероятность выигрыша, и дергать только эту ручку. Потому что, ну, понятно, мы хотим максимизировать свой выигрыш. Задача понятна? Остановка? Да. Хорошо. То есть, типа, задача простая. У нас здесь куча автоматов, мы хотим выбрать тот, который больше всего нам выигрыш у нас. Они все разные, считай. Окей. Смотрите, для начала. Так, что такое среда? Да. У нас есть, ну, вот эту вот задачу, которую я так же сформулировал, можно перефразировать следующим образом в терминах reinforcement learning. У нас есть некоторая среда, в котором есть кодействий. Каждое действие определяет номер автомата, ну, номер бандита, ну, номер автомата, в котором мы дергаем ручку. Понятно? То есть, если мы говорим, действие 0, то есть, мы берем, дергаем ручку автомата с номером 0. Если у нас действие 10, значит, мы дергаем автомат с номером 10. Понятно. Вот наша среда, по сути. Ой, это, да, наша среда. Дальше нам нужно определить исследователя этой среды. Какая информация вообще нужна исследователю среды? Ну, очевидно, ему нужна информация, сколько было успешных дерганий за ручку для этого автомата. То есть, он сделал для каждого экшена, у нас есть счетчик, сколько для него было успешных срабатываний. Сколько было плохих срабатываний для каждого экшена. И просто сколько раз мы вообще дергали ручку. В принципе, больше у нас никакой информации нет. Что мы могли бы учесть при исследовании среды? Ну, если вы что-то сейчас еще придумаете, скажите, может, возможно, как-то... Я ничего не могу придумать больше. То есть, конкретно для нашей среды больше вроде бы ничего нельзя придумать. Обратите, можно еще раз про параметры? Так, про параметры. Какие именно параметры сейчас? У нас есть количество успехов, количество неуспехов и количество испытаний всего? Да. То есть, у нас количество успехов для каждого действия. То есть, у нас действие – это номер автомата, который мы дергнули ручку. И количество успехов для каждого автомата отдельно. Мы же знаем, какой автомат мы дергали. И мы запрещаем, так, для десятого автомата мы было 3 положительных и 43 отрицательных результата. А для третьего автомата – 43 положительных и 3 отрицательных автомата. Так, наверное, я десятый больше дергать не буду. Что-то там вероятность выигрыша маленькая. То есть, логика этого агента такая будет просто. Ну, она так выучиваться, она так должна. Для этого надо успехи для каждого автомата и ошибки на каждом автомате, который мы получили. То есть, если мы много сексессов, мало фейлор на этом автомате, наверное, дергать эту ручку более перспективно, чем дергать ручку, в которой много ошибок и мало сексессов. Ну, логично. Сразу мы инициализируем всех единицами просто для того, что там формулы… Ну, типа, мы уже по одному разу всех дергнули, скажем так. И все дали… Ну, это небольшое смещение в самом начале, но просто чтобы формулу потом try-accept не навешивать, что это еще нулевое испытание, его надо случайно как-то дергать, бла-бла-бла. Поэтому всех сразу заединичили, просто чтобы формулу… Там просто в одном случае будет логарифт вообще браться от successful. Ну, в общем, только для этого объединичили все. То есть, не нулями заинициализировали, а единицами. Ну, какая разница? То есть, они все эквивалентны получают в самом начале. Хоть 100 здесь можно написать, это на что не повлияет. То есть, изначально есть эквивалентность у них всех, всех автоматов. Дальше смотрите. У агента есть некоторые свойства. Первое – это сколько… Ну, он должен нам вернуть total. Это количество всех успешных испытаний, количество всех испытаний, которые он провел, количество успешных для каждого события и количество failure для каждого события. А еще самое важное – выбор события на текущем этапе. Вот видите здесь – get action. Как бы оно от среды сейчас не зависит формально, потому что у нас нет среды здесь конкретно. Вот. Поэтому у нас, видите, нет никакого параметра. Просто мы говорим, вот у нас есть среда, он должен нам вернуть номер действия для текущего шага. Просто возвращает номер действия. Вот эта вот штука будет переменная для разных методов. То есть мы сейчас будем epsilon-grid, UCB, Thompson-sampling, то есть разные методы будем сейчас имплементировать. Но все они имплементируются за счет вот этого вот одного метода. Видите? Get actions. То есть вот это все у них одинаково. Они эквивалентные агенты. У них просто разная стратегия выбора действия. Так, ну, апдейт понятный. Это типа если мы выиграли, то плюс единица для successful. Если мы не выиграли, то тогда плюс единица к failures. Все логично. И количество пулов у нас плюс один будет. Ну, все понятно вроде. Это апдейт полиси. Вот это вот апдейт о полиси, а это просто сэмплирование из нашей политики. Так, окей. Это абстрактный агент. Это просто заглушка для всех. Ну и давайте рассмотрим epsilon-grid агент сначала. Кто мне напомнит, что такое epsilon-grid агент? Кратко. Ну, то есть своими словами. Понятное дело, не надо все эти формулы сейчас. Константин про него рассказывал точно. Как раз в бандитах. Мне не надо строгое определение. Можно так, на пальцах. Как вы это поняли? Вот в чем прикол. Вот в чем вопрос. Никто не помнит? А чего он в epsilon-grid агент? Вообще, почему он нужен? Какое предисловие было для того, что что-то нужно делать с этим агентом? На основе чего? Можно вообще, кстати, надо было еще здесь дефолтный агент. Я забыл его добавить. Который просто берет тот, где максимальная вероятность. Посмотрите, представьте себе агента, который... Давайте я его допробую. Назву его default agent. Кстати, надо было его сделать. Я про него забыл. Так, вот есть в чате сообщение. Да, чтобы не закопаться в одном и том же, как мне написали в чате. Давайте, да-да, на самом деле я не добавил здесь default agent. Это, наверное, плохо. Вот сейчас, когда вы посмотрели, как он работает, наверное, мне уже все ответили, а не один человек. Давайте, default agent. Назовем его так. И... Давайте я отсюда скопирую, чтобы было помощь. И назовем его default agent. Get actions у него будет какой? Как я говорил, самый такой... Что хочется делать? Ну, давайте будем брать того, у кого максимальное отношение successful к successful плюс фейла. Ну, то есть, вроде бы кажется логичным, правильно? Это делается вот здесь как раз. Вот, то есть мы берем отношение self-success к сумме. Сколько мы всего для этого пользователя делали? Окей, и берем argmaxim. Это будет наш дефолтный агент. Такс. А, я вот это не вызвал еще даже. Так, кто-то микрофон не выключил. Да, спасибо. Такс. Вот, как уже сказали, в нем проблема. Если, например, какой-то хороший агент раз работает, второй раз сработает, третий раз сработает, мы других не попробуем. Может, что-то лучшее сработает, чем он. Вот. То есть надо как-то пытаться делать действия, вроде бы не оптимальные сейчас, но зато они помогут выявить новые закономерности среды, которые, возможно, вы бы не попробовали. Вот более подробно про это еще поговорим в конце. Решение этого не будет сделано. Это будет ваше домашнее задание решить одну проблемку. Но мы посмотрим, к чему это приводит. То, что мы не пробуем всех действий, а закапываемся в одном. Вот. И для этого есть Epsilon Gridian, например, агент, который просто очень тупой. Также он берет argmaximum, но с некоторой вероятностью Epsilon, которая очень маленькая, видите, здесь 1% буквально. С вероятностью 1% рандомно сэмплирует. То есть он берет всегда argmaximum, но еще иногда рандомно сэмплирует. На самом деле здесь можно еще одного агента, например, брать не argmaximum, а choice из таких вот вероятностей, которые являются softmax от этого значения. То есть тут можно придумывать уже очень много разных событий, как точно брать. То есть вот это просто детерминированный агент. Можно его сделать недетерминированным агентом. То есть вот это уже недетерминированный агент, но он все равно, у него недетерминированность в том, что он когда-то может случайно выбрать. А можно вообще нетерминированного агента, который принимает на вход. У него на входе есть вероятность каждого бандита, и он сэмплирует из этой политики. Но это уже, помните, у него такая есть policy action, да, и это распределение на самом деле. То есть это вероятностный агент. Так, окей, я думаю, понятно здесь, что я имел в виду. Так, понятно же всем, да, то есть пока ничего такого сложного. Да, нормально. Ну, дальше есть еще UCB-агент. Там специальная формула через вот этот логарифт, как раз, который я говорил. Будет логарифт. То есть, если у нас еще нулевой испытание, то мы просто берем NPR-гмакс, на самом деле здесь просто берется случайно, да, первый берется всегда. Потому что вот это все одинаковое. Но у него корректирующая функция такая. Он берет корень из логарифма всех испытаний. То есть вот такая вот штучка. Вот, как и показано, видите, такой корень, два, логарифм, логарифм T, деленное на количество успехов, количество фейлеров. Эта формула такая тоже есть. И третий это... А что это штука делает? Можете напомнить? Зачем она нужна вообще? Какая штука? Вот этот UCB-агент. Вот эта сложная формула. Он позволяет немного сгладить, немного сгладить. Если мы очень редко, очень мало пытались какого-то агента попробовать, какого-то... Если мы очень мало пытались попробовать какого-то агента, то тогда у него вероятность... Тогда мы ему даем чуть больше приверегий. Смотрите, видите, мы делим на количество суммарно, сколько мы пробовали вот этого агента. У него success плюс фейлер. Вот это, по сути, суммарно его количество попыток конкретного автомата. Конкретного автомата. И смотрим, если мы один и тот же автомат пытаемся сделать, мы такие, ну нет, давай все-таки попробуем что-то другое. Тогда вот это значение будет очень-очень маленьким, а для другого агента это значение будет чуть больше. И мы возьмем другого агента. Такая же логика, как вообще в ангриде. Только мы здесь случайно генерим с вероятностью 1%. А здесь мы просто даем небольшой приоритет. То есть мы очень много дергаем какого-то агента, мы такие его приоритет чуть уменьшаем. И если есть какой-то более-менее похожий на него агент, мы его дергнем тоже. Понятная идея? Да, спасибо. Ну идея такая, ну вот, почему корень 2 логарифт тотал, это как бы логические константы, как говорится. Но идея в том, что чем больше мы это дергаем, тем меньше у него приоритет получает. То есть вот это значение, которое мы берем в арк максимуме, чуть уменьшается. Ой, простите. Следующий это Thompson Sampling. Вроде как-то я про него рассказывал. Ничего сложного, только вот то, что я говорил. Мы сэмплируем из бета-распределения. То есть мы выбираем случайно на основе success и failure. То есть чем больше success и меньше failure, ну будет, тем больше вероятность того, что мы выберем. То есть вот здесь мы выбираем те, у которых больше successful, меньше фейлеров. Мы сэмплируем из бета-распределения. Ну некоторые числа уже для них выберем в арк максимуме. Так, понятно это? То есть сейчас мы определили все возможных агентов. То есть тех, кто будет исследовать нашу вот среду. А наша среда это там пять автоматов будет. Вроде бы пять. Пять автоматов. Так, теперь нам надо саму эту среду определить. То есть пока еще до среды мы не дошли. Смотрим нашу среду теперь. Среда такая. Ну и еще, кстати, да, да, я замечу. Видите, я везде сэмплирую self-RS. То есть я всегда определяю random seed, опять же, чтобы повторяемость просто была. Это не обязательно, но для повторяемости желательно, чтобы было. То есть посмотрите, видите, здесь везде self-RS я беру. Не NP, random, а self-RS, чтобы одинаковое было у всех. И, соответственно, то же самое я делаю в Бернулевском бандите. Я инициализирую его random seed просто для того, чтобы последовательность выбора была одинаковая у всех. Ну то есть я сейчас буду сравнивать эти разные методы разных агентов. Мне надо, чтобы они были одинаковые. Чтобы одинаковые, одни и те же события приходили. То есть одни и те же плюсы для каждого следующего события приходили. Короче, одинаковые последовательности действий в пуле. Вот. У каждого бандита. Смотрите, что он делает? Во-первых, ну вот это не особо важно, это сколько действий у среды, возможно. Это нужно, чтобы определить, сколько действий знает агент. Вот это на самом деле должно возвращать даже не каунт, наверное, а просто все действия, которые доступны. Но об этом опять же поговорим во второй части. Ну здесь просто типа суммарное количество автоматов. Пул – это просто дернуть ручку автомата, и мы указываем номер автомата, который мы дергаем. И, соответственно, мы возвращаем 0 либо 1. 0 неудачно, а 1 – удачно. Ну и понятно, там 0 с вероятностью 1 минус self-probance, а единство – self-probance. Эти вероятности мы генерируем случайно. Окей. Ну оптимальный реворд – это, понятно, максимум из всех вероятностей, которые есть. То есть в среднем я буду дергать одну вот эту ручку с максимальной вероятностью, и я должен выучиться дергать нужную мне ручку, ту, которая максимальная вероятность. Вот. И в нее в среднем от ожидания выигрыша будет просто эта вероятность. Все логично. Шаг нам понадобится чуть-чуть позже. То есть на каждом шаге можно еще что-то менять в среде. То есть в общем случае, понятное дело, мы должны что-то менять в среде. То есть мы, например, сделали, выдали 100 элементов. Ну, чуть дальше про это расскажу. Но в общем, есть возможность менять среду. То есть менять вот эти вероятности в течение времени. Ну и давайте сравним наших агентов. Вот у нас здесь агенты Epsilon Grid, UCB и Thompson Sampling. И давайте посмотрим, для... А, я верну, я сказала, еще вернули, сказала, бандита, еще нет. И, ну, понятно, мы будем усреднять по... Мы сделаем 10 раз для каждого агента. Генерируем, инициализируем нового бандита, инициализируем нового агента. Каждый агент пытается 5000 раз дернуть автоматы. И находим... Пытаемся минимизировать наш score, который мы там писали. Оптимальный минус reward, который мы получили. Мы его не пытаемся, ну, то есть сам экшен ничего не знает про optimal reward, очевидно. То есть мы... Вот здесь вот апдейты происходят, видите? А это для нас, чтобы мы смотрели, как меняется score для разных. То есть чтобы мы могли визуализировать. То есть на этот score... Наша модель не знает этот score. Мы ей не отдаем этот score. Это нам, чтобы для отслеживания. Это важно. То есть сама модель про этот score ничего знать не знает. Видите? Вот, апдейт происходит еще до того, как мы этот score считаем. Грубо говоря, это ошибка на тестовой выборке. Вот давайте назовем это так, тестовая выборка, как у нас обычно. Вот обучение. Видите? Мы ничего про этот score не знаем. Это очень важно. Прошу обратить здесь внимание. Это нам чисто для визуализации сейчас понадобится. Ну, запускаем. Так, подождите. Epsilon Grid is not defined. Понятно. А, и давайте еще и дефолтного агента тоже все-таки. Почему бы нет? Я еще бы определил. Давайте я его добавлю. Так, 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 так. Давай, кто пытается сделать первых максимум? Где-то минуту где-то так занимает. Чуть меньше. Вот все, даже закончилось. Ну и смотрим. Ну, как предполагалось, хуже всего работает дефолтный агент. Видите? Он как-то вообще не сильно лучше. Он, скорее всего, на какого-то одного попал. И постоянно его дергает. Потому что он вообще, ну, то есть он детерминирован и всегда будет одного дергать. В случае, если первый был успех. Если первый был неуспех, то, возможно, на второго переключить. Он будет дергать того, кто первый даст положительный. Вот у него такая логика. Как только кто-то даст плюс, он будет дергать только его, пока он не очень много будет ошибаться. Ну, понятно там его логика. Когда там successful, деленный на success плюс failure. То есть если будет очень много фейлеров, то он может переключить на кого-то другого. Я думаю, это понятно. Вот. Лучше всего ведет себя Thompson Sampling. Ну, на самом деле, это самая новая статья, которая по этой штуке. Она бьет UCB. Там даже доказывается, почему он бьет. Это самый топовый. Видите, он выходит на суммарный регрет достаточно маленький по сравнению с тем же UCB-агентом. Так, все понимают, что такое регрет с прошлой лекции? Это то, что мы, то есть это наши потери, грубо говоря. То, что мы не, не, то, что мы могли бы выиграть, но не выиграли. Вот так вот. Видно здесь, видите, оно устаканивается, и где-то после сотой итерации он уже даже не растет. То есть мы уже где-то в оптимум ушли, то есть где-то там, ну, чуть-чуть где-то, но плюс-минус в оптимум уходим. А здесь он все-таки немножко растет, то есть он не в оптимальном месте, ну, не оптимального дергает. Вот. Связано это с тем, что как раз вот эти пытаются дергать того, кого дергали очень мало, то есть. Но за счет того, что мы вот в UCB мы добавили там слагаемые, то есть если мы начинаем кого-то очень много дергать, у него приоритет падает. Вот здесь мы с вероятностью 1% начинаем дергать случайного, тоже как бы немножко на регресс страдает. А здесь мы честно сэмплируем из распределения. То есть если мы выучили политику, то, в принципе, все хорошо. Так, вот этой картинке есть вопросы? Задавайте сейчас, если они появились. То есть мы здесь исследуем среду многорукого бандита, где у каждого автомата разная вероятность успеха выпадания выигрыша. Мы исследуем разных агентов, которые следуют в эту среду. От дефолтного, который всегда берет арк максимум, от количества успехов к суммарному количеству попыток для этого бандита, до генерации случайного, до сэмплирования экшена из бета-распределения. По сути, ну почти. Там некоторое число, а потом берешь арк максимум распределения. Ну, я думаю, тут вопросов быть не должно. То есть сама идея здесь нам понятна. Теперь давайте мы посмотрим на следующий случай. Вот здесь мы рассмотрели бернувовского агента, который не меняет своего поведения. А теперь представьте, что вы зашли в казино какое-то, а там люди хитрые, и они смотрят, что если этот автомат начинает очень много, ну, нечестное казино, подпольное казино какое-то, и которое хотят обдурить людей. То есть вы какие-то многорукие бандиты, которые нечестны. Но на самом деле интерпретация этого, Каси Вишланович хорошая интерпретация давал многоруких бандитов, это реклама на самом деле. То есть у вас есть много разных способов рекламы. Первая реклама – это интернет-реклама. Вторая реклама в Инстаграме. Ну, первая реклама в поисковике Google, где-то она там высвечиваться будет. Вторая – это в Инстаграме реклама. Третья – это какие-то билборды. Четвертый тип рекламы на телевизоре. И вы хотите выбрать, какая из реклам лучше, в какую вкладывать деньги. То есть, во-первых, реклама в интернете дает… Каждый третий, кто посмотрит, придет. То есть вероятность успеха – 30%. Ну, предполагаем, что все смотрят на всю рекламу одинаковое количество людей. То есть вероятность успеха интернет-рекламы в Гугле – 30%. Вероятность успеха в Инстаграме – 70%. Вероятность успеха с билбордов – 10%, а с телевизора – 5%. Ну, к примеру, вот такие вероятности. Вы этого не знаете, откуда к вам будет больше людей идти. Но чем больше вы вкладываете денег в эту рекламу, тем больше людей к вам приходит. То есть, как выдача от вас – 30%, 10% и так далее. И вам нужно решить, куда вкладывать деньги. Но, понятное дело, что тренды меняются в этой жизни. То есть вот здесь мы 50 лет вкладываем в телевизор, но телевизор был хорош 50 лет назад. Или билборд, там газеты 50 лет назад были хорошие. А сегодня никто не читает, и, скорее всего, выигрыш от рекламы в газетах вам никакой не будет. Поэтому у нас есть какие-то дрифтинг-бандиты, они будут меняться. То есть вероятность успеха у каждого бандита будет меняться. Опять же, 50 лет назад газеты были хорошие, сегодня реклама в Инстаграме хорошая. Аналогии, понятно? Как раз, как вы спрашивали про аналогии с реальной жизнью, Алексей Викторович отвечал, конечно, но я опять же просто вернусь к этому. Как эти бандитов можно применять на практику? Реклама – это самый простой пример. До сих пор на нем все работает. С 90-х. А, можно здесь вопросик? Да, конечно. Вот конкретно насчет рекламы я не совсем понял. Это можно применять или это нельзя применять? Или мы это используем просто как демонстрацию принципов? А вот так применяется. То есть для использования... То есть вот это, вот это теория с бандитами. Понятно, не так в лоб, но теория с бандитами применяется в рекламе. Насколько мне рассказывали. Я лично этого не делал, но мне так рассказывают люди, которые этим занимались. Типа, у нас есть несколько вариантов рекламы. Ну, понятно, я вам привел пример там пяти штук, да. Например, реклама на разных сайтах, где лучше срабатывает, где хуже срабатывает. Вы же можете по кликам понять, сколько человек кликнуло на эту рекламу и к вам перешло на сайт. То есть у вас там, например, реклама на разных сайтах через это работает. Что там еще? Реклама на разных сайтах, мне кажется. То есть мы считаем... Вот у нас есть сайт, например, вы рекламируете на сайте Google, рекламу размещаете на сайте Яндекс. В поисковике, да? И вы считаете, сколько к вам перешли с сайта Google. Они выдают нам эту статистику. И сколько с сайтах Яндекс вам переходит. Ну и понятно, что вы начинаете покупать больше времени рекламного у Яндекса или у Google, например. В зависимости от того, откуда к вам больше людей приходит. Это вот прям вот эта аналогия. Сколько successful и сколько fail. То есть вы там заплатили, например, за три часа рекламы, да, например. Вам за это время... Ну, в Яндексе. Вам за это время пришло... И вы там расчет. Одна секунда, один клиент, например. И вы считаете, вам пришло 10 человек, и вы в success добавляете 10, вы в failure добавляете 5 минут, это 300 секунд, минус 10, 290 секунд. У вас было простое, за это время к вам никто не пришел. К примеру. В Google покупаете рекламу, то же самое, у вас там, например, success 11. О, значит, у Google надо больше вероятность, что мне кликнет на эту рекламу в Google. Значит, мне надо покупать больше времени рекламы у Google, а не у Яндекса в следующий момент времени. И вот вам бандит ваш. Вот так оно работает в некоторых случаях. Ну, там чуть усложненно, конечно, более сложно работает. Но идея вот прям вот эта. Ответил вопрос? Да, спасибо большое. И опять же, там не два бандита, а тысячи. Тысячи сайтов на самом деле обычно. Вот. Окей, ну, главное, чтобы у вас некоторая интуиция в этом появилась. Мне вот это самое важное, наверное. Для этого семинары нужны, а не для того, чтобы рассказывать какие-то модели. Главное развить интуицию. А модели уже запробуются со статей. Можно тырить Pay-per-vis код в помощь. Так, ну вот рассматриваем дрифтинг бандита, когда со временем меняется вероятность успеха. Ну, например, 10 лет назад не было Яндекса, он был не очень популярным. Реклама на Google, скорее всего, больше помогала. Ну, вот Google и Яндекс буду сейчас пример ставить. Но сейчас Яндекс в России более популярный. То есть, возможно, уже вероятность перехода в Яндексе будет выше. Вот. Ну, чем была 10 лет назад. То есть, она во время не меняется как-то. И эти изменения надо как-то учесть. Ну, давайте рассмотрим нашего бандита. Только теперь определим ему еще вот такой вот степ. Видите, в прошлый раз он ничего не делал, а теперь он с некоторой вероятностью, с некоторой вероятностью, вот гамма, будет... То есть, если... Сейчас. Итак. Как сказать правильно? Когда я статьи взял, надо было ссылку на статью выложить. Наверное, выложу на GitHub. Потом ссылку почитаете про вот этот дрифтинг-бандит. У меня есть ссылка просто. В общем, мы смотрим. Если мы очень много... Ну, это не совсем честно. Тут просто так сделано. Здесь просто про нечестное казино, на самом деле. Пример. Я просто в рекламу перешел. То есть, если мы начинаем очень много сексесулить, то мы каждый раз пытаемся перегенерить наши вероятности. То есть, прям на каждом шаге вероятности перегенерируются таким образом, чтобы компенсировать количество успехов, количество ошибок. В общем, да, как-то не очень красиво получается, но я думаю, понятно, плюс-минус. То есть, мы вводим еще сексес фэйлл на стороне бандитов. То есть, у нас среда сама понимает, сколько каждый бандит, насколько каждый... На самом деле, зачем так, если можно... Вот так. То есть, бандиты тоже начинают считать... То есть, многорукий бандит тоже начинает считать, какой автомат, сколько выдал. И на основе этого перегенерирует вероятность успеха. То есть, в какой-то момент будет один лучше, в какой-то момент другой будет лучше. Но мы их плавно меняем. Видите, там гамма 0.1. Вот. Окей. Давайте посмотрим, что здесь будет. Давайте я также дефолтного сделаю. Дефолтного агента. И этого агента. И других агентов. Так. Ну, запускаем. Ой, дрифтинг бандит и снова опять не вызвал. Да, что ж такое. Сейчас чуть подождем. Посмотрим, что теперь будет. Секунд 40. Супер 20 прошло. А, все, 25 секунд. И смотрите, здесь все намного хуже. То есть, смотрите, сравним с вот этим. Здесь максимальный регрет был 100 для UCB агента. Ну, я даже про дефолтного был 200 с чем-то. Теперь же 800 у дефолтного, в UCB 400. В Thompson тоже. Thompson был там лучше всех. Теперь он как-то тоже не очень хорош. UCB агент тоже как-то лучше всех показал. То есть, что здесь, что здесь. Не, ну здесь он все равно лучше всех показал. Ну, видите, как-то вообще очень плохо. Почему? Кто мне ответит? Из-за чего это происходит? Ну, понятно, из-за чего. А почему происходит? Можно UCB еще раз посмотреть? UCB? Да, это не важно. Это у всех агентов здесь будет такая проблема сейчас. Давайте давайте UCB. Не важно. Ну, просто сама особенность в том, что эти агенты, они никак не учитывают изменение поведения среды. Они все на стационарной среде работают. А мы сделали нестационарных бандитов, которые меняются во времени. То есть, все вот эти агенты, они привязаны к времени. Понятно, да? В чем проблема? Ну, например, смотри, дефолтный агент. Ну, он всегда берет арг максимум. А то, что сейчас вероятности изменились. То есть, он делает оценку вероятности на всем промежутке, который был раньше. У нас в один момент времени вероятность была 10%, а через полгода стала 90%. Ну, и понятное дело, что за эти полгода у него столько информации накопилось, что вот эти 90% он еще не скоро поймет, что там 90% стало. И его надо как-то понять ему. Агенту надо как-то понимать теперь, что, блин, наверное, надо как-то сбрасывать информацию. Вот какой самый простой агент вы придумаете, чтобы он учитывал нестационарность? Ну, moving average вкинуть просто. Что еще раз? Ну, что-то типа moving average вкинуть. Ну, я говорю, самый простой способ. Там экспоненциальное сглаживание можно использовать, которое говорил Семя Вячеславович. Потому что я его здесь не имплементировал, поэтому будет домой. А самый простой способ какой? Ну, давайте просто через несколько шагов, например, каждые тысячи шагов будем забывать историю. Самый простой способ. Я назвал его break memory agent. Каждый 700 шагов он обнуляет successful и failure. Почему бы и нет, так сказать. Но он break memory, он на основе Томпсона работает. Видите, он сэмплирует. Ну, давайте посмотрим, как это сработает. Ой, я... А, ну да, добавил break memory. Дефолтного нету здесь, ну, простите, муж. Давайте добавлю. Давайте добавлю. 20 секунд недолго. Раз уже добавил, я вот тут давайте. Прямо закамичу потом сразу. 20 секунд. Сейчас он... Так. Ну, а на этом мы задачу про бандита закончим. Опять же, вам домой будет придумать своего агента, который нестационарно сочетает. Вот уже даже прозвучало, как через эспоненциальное сглаживание. Это хороший метод. Не спорю. Как раз это будет хороший агент. Сам нужно будет просто поиграться, поисследовать и некоторую интуицию здесь разработать. Ну, что-то толк. 32 секунды. Все. Ну, да, он на самом деле не сильно лучше. Но смотрите, он для исходного Томпсона был, который вот здесь, видите? А Томпсон с брейк-мемори вот здесь. То есть, он лучше, чем Томпсон получился. Видите, вот красное и фиолетовое. Но не сильно лучше, чем UCB-агент. На самом деле, я не могу нормально придумать UCB-агента. Он на самом деле неплохой. Он почти учитывает нестационарность. Видите, он же, чем больше копится у него информации о... То есть, как только он начинает очень много дергать какого-то агента, он начинает пробовать другого. И за счет этого нестационарность немного учитывается. Вот. На самом деле, он очень хороший, этот UCB-агент для нестационарного случая. Но, видите, брейк-мемори немножко все-таки увеличил качество. Ну, на самом деле, это в пределах погрешности. Но, зато он много лучше. Да, можно тоже взять некоторый буфер, да. А что это вообще значит? Честно, я полностью в это не вникал, но... Честно, не хочу сейчас наврать. То есть, я плюс-минус понимаю, но я могу сейчас соврать. То есть, полного описания сейчас не могу лучше сформулировать. То есть, чтобы я не соврал, лучше не буду говорить. Вот. Окей. Есть вопросы по бандитам? Понятно, сама концепция и основная идея. Да, понятно. Окей. Развод перед другую задачей... Ой, а я сюда тоже ссылку не ставил. Тоже надо будет обновить ссылку. В общем, в 2013 году вышла работа про марковские цепи, как раз, и там привели такой простой пример задачки. Я картинку хотел еще вставить, кстати, тоже забыл. Без картинки здесь вообще ничего непонятно. Сейчас я быстренько картинку найду. Секунду. Я вам просто эту статью открою и прям сразу сюда вставлю ссылку. Две секунды, ребят. Буквально две секунды. Ссылку. Так, секунду. Вот ротик вы... Статья 2013 года, да, она. Эту картинку надо вставить. Ну, ладно. Пока я хотя вставлю ссылку. Вот так вот. Чтоб вы могли тоже на нее зайти. Когда будете разбираться. Смотрите, здесь такая картинка классная. Сейчас, секундочку. О, смотрите, такая задача. У вас есть заплыв на реке. У вас есть течение, которое вас сносит влево всегда. Вот, течение вас всегда сносит влево. У вас... Вы можете сделать два действия. Либо ничего не делать, тогда вы по течению назад вернетесь с вероятностью единица. То есть вы ничего... У вас есть два действия. Во-первых, ничего не делаете, тогда вы по течению всегда назад возвращаетесь в вот эту вот точку. А в второй случае вы пытаетесь плыть против течения. И в каждом состоянии, вот здесь вот, стейдж 1, стейдж 2, стейдж 3, стейдж 4, стейдж 5, стейдж 6, у вас есть разные вероятности перейти в разные состояния, в разные другие стадии. Например, на стейдж 3, если вы пытаетесь плыть против течения, то с вероятностью 60% вы останетесь в этом же событии. С вероятностью 5% вы вернетесь, то есть вас течение снесет назад. С вероятностью 45% вы перешагнете в следующий стейдж. Задача понятна сейчас? Это reverse win задача называется. Да, а если мы ничего не делаем, 100% вероятность нас отбрасывает назад. Да, то есть вы можете либо ничего не делать, либо поплыть. Если вы плывете, то с вот этими вероятностями вы либо там остаетесь, либо уплываете назад, либо уплываете вперед. А если ничего не делать, то вы всегда назад возвращаетесь. Понятная идея, да? Окей, смотрим. В случае, если вы попали вот сюда, если вы попали в случае, если вы попали в S1, в каждый момент времени следующий вы будете получать награду 5000. Прямо в каждый момент времени получаете 5000. Если вы здесь. То есть вы здесь, потом ничего не делаете, в следующем шаге вы опять получаете 5000. Вы опять типа я ничего не делаю, получаю 5000. Либо я захочу пойти сюда, я все равно здесь, все равно 5000 получаю. После каждого события вы оказываетесь в каком-то стейдже. Правильно? И если вы в стейдже S1, то вы получаете 5000. Но вы можете доплыть вот сюда и все еще прикладывать усилия. То есть в каждом момент времени, когда вы в S6 находитесь, вы получаете награду в 1. То есть 1 это много больше, чем 5000. Вы согласны? То есть сюда вам доплыть неплохо. Но чтобы сюда доплыть, вы сюда очень редко будете доплывать. Здесь опять та же проблема, которая у нас была в бандитах. Вы не попробуете вот сюда дойти, потому что вы там после какого-то там шага такие, блин, все равно я скатываюсь сюда. Зачем я буду хоть какие-то усилия прикладывать? Давайте я сразу сюда скачусь и все. И ничего не буду делать. Но если вы доходите сюда, вы получаете награду в много раз больше. То есть вам здесь нужно прожить 200 секунд. То есть 200 шагов вот здесь это равно тому, что вы вот здесь один раз побываете. Понятно, да? То есть вот этот стейдж и вот этот стейдж очень сильно неравноправны. Но в обоих есть награда. Задача понятна. Давайте теперь мы опишем это окружение, которое мы будем исследовать. У нас есть число состояния без учета крайних. То есть количество промежуточных. Вот это 2, 3, 4, 5. Их 4 штуки здесь. Максимальное число шагов, которые мы пытаемся сделать. То есть MaxRetray 16. Максимально 16 раз здесь будем пытаться вправо там либо ждать. Ну, столько мета времени, отсчета времени у нас будет групповая. Награда в крайнем левом, награда в крайнем правом. И сид, понятно, как я уже говорил, для повторяемости. Вот здесь все инициализируем. Текущее состояние мы в единичке. То есть мы вот здесь будем всегда начинать. Ой, вот здесь, простите. Вот. И текущий шагов. Ну, всего у нас два действия, как я уже говорил. Количество стейтов у нас 2 плюс 4, то есть два крайних плюс внутренние. Вот здесь у нас есть getProps, который выдает вероятность каждого события. Это для нас нужно. Смотрите, вот теперь у нас шаг. Один шаг, то есть после каждого действия у нас будет меняться среда. Если мы преодолеем максимальное количество шагов, мы выходим из игры. Вот последняя слагаемая true, это говорит, что все, игра закончена. Вот это переход. Мы его сэмплируем из вероятности, которая у нас есть. То есть если мы в крайнем левом ничего не делаем, то мы там остаемся. И вот если ничего не делаем, то здесь остаемся. Так если мы ничего не делаем, и мы в начальном стете, то мы там остаемся. Вот вероятность оставания один в этом стете. Если мы не в current стете, то мы вернемся назад, влево пойдем. Если мы пытаемся плыть, то тогда, если мы в начальном состоянии, то мы здесь оставим, сфера 60%, перейдем в следующий стейдж. Если мы в последнем, то такие вероятности. А если в промежуток, то такие вероятности. Просто хорош, что картинка переписана здесь. Все, получаем transition. Теперь, если transition 0, это значит пойти назад. Если transition 1, то мы ничего не делаем. остаемся там, были. Если переход вправо, то мы переходим вправо. Если мы перешли в нулевое событие, то тогда мы получаем reward. Если переходим в крайнее левое, получаем reward. Если переходим в крайнее правое, то опять получаем reward крайнего правого. Вот такая маленькая игра получилась. запускаем. Вот для него уже нужно использовать алгоритм Q-Learning. Но Q-Learning у нас без аппроксимации нейросетями пока будет. Про это возможно когда будет лекция финальная, я возможно там вставлю, у меня наверное не будет такого сжатых сроков времени, просто мне про это надо рассказать для начала. Основы я про нейронки уже не успевал вам рассказать вообще никого. Сжато рассказывать тоже не хочется, потому что там очень много эктор критик, который не рассказал. Я про него хотел рассказать потом. Но пока до него дойдем еще. У нас есть матрица переходов Q-Metrics, которые Q-Learning агент. Что у него есть? Во-первых, там есть параметр гамма эпсилон. Параметр гамма отвечает за вот этот переход. Видите? LR это наш learning rate. Насколько мы меняем матрицу Q после каждого шага. Эпсилон это вероятность, это эпсилон гриди стратегии. Видите? Это для эпсилон гриди. вот. Все. То есть мы просто больше ничего нет. Вот это формула, которая была в Кусине Числавеще на лекции просто. Помните ее, да? плюс-минус хотя бы. Это наша матрица переходов для каждого состояния оценка экшена. То есть мы получили какой-то экшен, у вас есть какой-то реворд по этому экшену, мы начинаем обновлять эту позицию этой матрицы. Ну и запускаем, посмотрим, что будет. Сейчас я, наверное, еще про нейронку скажу. Такой час прошел. Вас тут, конечно, тоже мало что расскажется. Ну и смотрим, какой реворд, максимальный реворд удается получить после небольшого количества времени. То есть после там 100-200 шагов. То есть типа вот здесь смотрите, мы запускаем игру эпизод раз, то есть тысячу раз запускаем игру. Агент мы каждый раз минициализирован. Мы каждый раз обновляем саму игру. То есть новую игру запускаем. Агент у нас один игрок запускает игру. Вот он запустил игру. Обновляем понятное текущее состояние. Это не важно. Начало эпизода у нас агент ничего не делает. Вначале каждого эпизода просто вдруг он настраивает себе еще какую-то информацию сохранит. ничего не делает. У нас сначала получаем оптимальный экшен для текущего состояния и делаем переход. Делаем вот здесь агент выдает оптимальное действие. Потом мы передаем это действие нашей среде. Он нам дает следующее состояние и издан. Потом мы обновляем агента. Текущий суммарный реворд добавляем. Текущее состояние сохраняем. Ну и все такое. И получаем вот такие реворды на каждую игру. видно, что там в итоге он там максимальный реворд 12 получает где-то за 16 шагов. Но давайте посмотрим какая у него куматрица получилась. Смотрите, когда он находится в первом он чем светлее, тем больше вероятность куда он пойдет. Когда он находится в нулевом этом он выбирает направо больше. Смотрите, направо в среднем налево он хочет пойти более вероятно, чем направо. В общем, смысл этой картинки такой. left имеется ввиду ничего не делать. Давайте теперь посмотрим, что будет, когда мы уменьшим число промежуточное. Давайте до одного. у него в той картинке будет просто начальное, финальное и промежуточное. так, стука. Я еще так, так, подождите, где-то я накосячил. ой, черт, 2+, там картинка была неправильная, я же думаю, что 3, вот, теперь все правильно. Так, смотрим, какие реворды у него. Ну, реворды такие же. Смотрим, что здесь получилось у нас. Когда он находится в нуле, он будет пытаться пойти направо. Когда он находится в единицу, опять же, у него вероятность пойти направо больше. Но почему он находится в двойке? Давайте я матрикс более. так, что-то действие 0 это ничего не делать. Вот свим это но течение поэтому это лево-право так. когда я нахожусь вот здесь, он говорит возвращ ничего не делать. Почему? Почему ничего не делать? Потому что очень странно получилось. Ну, ладно. Когда он доходит до финального, ему лучше ничего не делать, а потом еще раз туда вернуться. Получается так. Можно посмотреть вероятности еще раз? Да. Но странно, вот я тоже посмотрел на вероятности. Я, кстати, не уменьшал, просто я, та картинка была понятная, когда я, вот так вот было, но ему не выгодно, то есть, если он поплывет, то с вероятностью 0.6 он здесь останется, а если он вернется сюда, то вероятность сюда попасть у него будет всего 35%. Непонятно. Давайте я больше эпизодов поставлю. Может, он еще не доучился. Ну, когда 3, там все, когда 4, там все понятно, когда, когда 1 промежуточный, когда, так, а, это, не, это не в эпизодах проблема, то есть, сколько ему эпизодов на самом деле надо, чтобы выйти 500, да, даже можно оставить, это количество попыток, давайте ему 32 поставим, то есть, сколько раз он будет, ну, сколько событий в игре. Так, и что теперь? Все равно говорит, что плыть налево лучше. То есть, когда он в самом начале, он плывет направо, логично, потому что, типа, ну, здесь он получил чуть-чуть награду, но ему выгоднее сюда дойти и здесь получать награду, но здесь чуть-чуть превышает, то есть, в финальном этом, давайте 48, чуть-чуть больше, но очень странно на самом деле. То есть, он понимает, да, что ему туда надо, но, он уже, кстати, ближе становится это число. То есть, смотрите, он уже нигде не хочет оставаться, то есть, он уже видит, что он уже почти здесь. Сейчас, а может, я там где-то экшен неправильно передал? Так, если я в конце и я плыву, если я в конце и я плыву, то я с вероятностью 0,6 останусь в конце. А, все, простите, я вам неправильно задачу неправильно запрогал. Смотрите, в чем проблема. Если я остался и я в конце, я реворд, видите, не присвоил здесь. Никакого реворда. А, нет, стоп, вот, у вас же, что-то есть реворд. Как будто он там реворд не получает. То есть, как только он-то придет, получает реворд. Нет, все правильно. То есть, я никуда не смещаюсь, я в финальном состоянии остаюсь. И вроде все хорошо. Чуть-чуть. Ну, давайте еще больше. МС 96 побьет или не побьет? Вероятность. В общем, не знаю, как это объяснить, но почему-то он выучил не ту стратегу, которая кажется оптимальной. То есть, он выходит назад, один шаг делает, а потом вперед. вперед. Еще раз, подождите. Ну да, берем встать, и он почему-то пойдет назад. Очень не могу это объяснить, сори, да. Но смотрите, тут проблема, когда N начинает увеличиваться, когда один, видите, он доходит, он все равно понимает, что надо идти вправо, видите, в среднем он идет вправо больше. В последнем, когда он доходит до конца, он что-то тупит немножко. Но в целом он идет направо постоянно, видите. То есть, он плывет, то есть, он понимает, что надо плыть. А теперь давайте мы вернемся к пяти, например. Видите, он не доплывает до конца, он пытается плыть, пытается, пытается, пытается плыть, потом такой, ай, черт с ним, все равно мне течение сносит, не буду я вообще плыть, вернусь я назад. На самом деле, сейчас можно мало, на 4 поставлю. То есть, он пытается, 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 но потом нет, ладно, я возвращаюсь. Видите, он не доплывает до финального состояния. А какой-нибудь реворд потом? Вот здесь реворд пять тысячных, вот здесь реворд единица. Не, на графике я имею ввиду. Большой, кстати. Сейчас, может, где-то я накосячил в коде. Может, где-то в коде я накосячил. Мне тоже что-то не нравится. четыре. Так, если... Черт. Вот ошибка. Да, вот почему ошибка. Да, видите, проблема была в коде все-таки. Давайте сейчас переделаем. Давайте единица. Вот единица должна всегда в конец и в конце должен оставаться. Это правильно будет. О, реворд, сейчас реворд, кстати, более адекватный. И что он тут? О, да, смотрите, плывет вправо и остается вот здесь. То есть, вот здесь остается плыть. Все, теперь код поправили. Видите, теперь более правильно это. Да, если бы правили были, у него слишком большой реворд был. Это должно было осторожить. Теперь давайте поставим пять. Чего у него с ревордом будет? О, реворд, видите, маленький уже у него. теперь все правильно. Спасибо, что мне вот показали с ревордом. Вот, видите, теперь он не может доплыть. То есть, ему все-таки лучше ноэкт и вернуться вот здесь хоть какой-то реворд получить, потому что все равно вот сюда он никогда не доплывет. Понятно, да, почему? Потому что сюда доплыть сложно достаточно на это время. А у нас есть какие-то настраиваемые параметры, грубо говоря, там его авантюризм? Вот, это я как раз хотел это вас домой будет задача. Смотрите, как это делать. Давайте три поставим еще. Три, давайте два еще. Два, он еще может доплыть, в принципе. Не доплывает, видите, больше двух он сюда не хочет идти. Хоть раз он туда вообще попал. Вот, смотрите, авантюризм вот здесь задается. и, в принципе, вот с вероятностью 01, он пытается туда пойти. То есть, мы вроде бы сделали политику, да, которая будет пытаться, будет пытаться что-то сделать. вот, но я на мой задать не буду, пока просто ссылку дать, это сложно на самом деле. Смотрите, есть такая штука, как, как, как я сейчас рассказывал, нет, пастерер сэмплинг, когда мы начинаем предугадывать, что будет после следующего события. Касим, как я говорил, это сложно на самом деле. Это расклад, там математика очень сложная, и поэтому я здесь не рассказывал. Домой давай сложно. В общем, можно сделать так, чтобы, вот как раз то, что вы сказали за авантюризм, это вот здесь вот настраивается. Там, во-первых, в начале каждого эпизода будет resample, и он будет пытаться идти в конец, всегда будет пытаться идти в конец. Если он хоть раз побывает в конце, он потом будет всегда пытаться идти в конец. То есть вопрос в том, какова в целом вероятность того, что он хотя бы раз до конца дойдет? Да. Он тогда может более качественно оценивать эту вероятность. Кстати, а если мы сейчас проведем симуляцию намного больше, он до конца дойдет? Ну давай, то есть количество времени, сколько он тут здесь живет, да, типа ты имеешь в виду? Да, да, да. Ну давай поставим 128. А сколько? n2, да? То есть вероятность достаточно большая сейчас, он ни разу не доходит. Он не может туда дойти. Он просто видит, он почти всегда сюда сваливается. Ну, можно, конечно, его сделать... может вот так дойдет. Вот та штука, про которую я только что сказал. О, все, он дошел теперь. Все, видите, теперь он дошел. Сейчас мы это сделаем за счет того, что мы с большей вероятностью начинаем сэмплировать события, пойти вправо. по сути, то, что вы сказали, что мы его авантюризмом. Но это можно сделать более грамотно при помощи Pasterer Sampling. Он тогда будет прям на уровне, то есть не случайно выбирать, а те, которые никогда... Он будет пытаться сделать так, чтобы побывать во всех состояниях, которые он может быть. То есть исследовать все возможные состояния среды и давать больше приоритет тем состояниям, где он никогда не был. Вот это вот больше авантюризм. Здесь он просто рандомные экшены будет делать. Но ведь он как-то раз хоть раз сюда дошел, после этого он будет всегда пытаться плыть вправо. Но опять же, когда мы увеличим здесь N до 3, наверное, уже не факт. Видите, 3 уже все, оно уже сюда ни разу не может дойти. Понятно, да? Это нужно фиксить за счет того, чтобы он пытался исследовать все возможные состояния среды. Не просто состояния свои перебрать все возможные экшены в каждый момент, а чтобы он пытался попробовать получить все состояния среды, все возможные. Это при помощи постереосэмплинга делается. Не знаю, насколько это вам сложно. Мне кажется, это просто сложно будет, но... Посмотрим. На RL все равно нужна какая-то задачка, она достаточно интересная. Посмотрим. Я ее планировал дать, но... Не знаю, мне кажется, сложно будет. Посмотрим, короче. Вот. Но, в принципе, это все, что я хотел сегодня рассказать. По реинфорсменту мне кажется, здесь достаточно информации, чтобы понять, как это работает. Плюс-минус. Вот. И... некоторую... эту... развить интуицию, назовем это так. На, все находит так. Так. Хорошо. В принципе, тогда всем спасибо. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А я сейчас все изменения, которые баги, которые мы так что увидели, я сейчас залью. Ну, если вопросов нет, тогда всем спасибо. Спасибо большое. До встречи через неделю. Скорее всего, будет последний такой семинар с новой темой. А дальше там будет обзор, но, может, там я что-то про ИРЛ еще расскажу, пусть тема действительно интересная. Все. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok